Всем привет! Крайне рекомендую подписаться на два канала. Всем, кому интересна тематика оружия, мини-тесты, тесты и вообще, как примерно происходят тренировки, что для этого надо и всё такое, то первый канал Каяба ТСА. Ведущий это у нас неоднократный чемпион в разных дисциплинах по стрельбе. Вот, поэтому обзоры у него получаются интересные, ну и вообще все видео в целом интересные. А второй канал называется, то есть первый канал Каяба ТСА будет в описании ссылки, а второй канал Пушки Игрушки. Это начинающий спортсмен, вот пока у него одно видео, но начинающий, подающий перспективы спортсмен-стрелок. Всё, чё сидите, давайте подписывайтесь. Всем привет! Итак, сегодня я представлю вам перевод одной статейки, автор Андрей Йодер, игровой дизайнер. И название у него такое. Проблема двери в проектировании дизайна шутера от первого лица. Допустим, я делаю уровень для классического шутера от первого лица. Для начала я построил арену и добавил каких-то монстров. Я не хочу, чтобы игрока атаковали сразу после начала игры. Поэтому я добавляю коридор на одной стороне арены и запускаю там игрока. На картинке вы видите пример. Английскими буквами Е обозначены враги от слова Enemy. Английской буквой П обозначен игрок от слова Player. Мой уровень простой, но я доволен тем, что построил и приглашаю друга поиграть на этом уровне. Мой друг идёт по коридору, выходит на арену, видит монстров, всё идёт по плану. Но затем всё идёт не так, как нужно. Вместо того, чтобы сражаться с монстрами, мой друг идёт обратно в коридор и стреляет из дверного проёма, заходящих туда врагов. Вместо динамической стрельбы с уворачиванием от врагов, мой друг превратил мой уровень в тир унылый, безопасный и медленный. Это есть так называемая проблема двери. В частности, проблема двери – это проблема дизайна боевых столкновений. Это проблема вовлечения игроков в игровое пространство и подталкивания их к увлекательному игровому процессу. Если дверь – это проблема, то почему же нельзя её сделать больше? Или же убрать её и сделать прямой выход коридора в арену? Но сама по себе дверь не является проблемой. Это проблема связи между двумя этими пространствами. Проблема, с которой игрок сталкивается, когда он пересекает порог, который часто является дверью. Если мы расширим дверной проём так, чтобы коридор вписался в арену, мы получим другую версию той же проблемы. В чём-то лучше, в чём-то хуже. Даже с большим проёмом на арене нет ничего, что привлекает игрока. Нет ничего, что заставит игрока выйти. Прежде чем мы рассмотрим некоторые методы решения проблемы, давайте разберёмся, что неправильно и почему. Что же на самом деле я проектирую? Во-первых, основы. Что мы делаем, когда строим уровень для шутера от первого лица? Что мы пытаемся построить, когда проектируем боевое столкновение? Строя уровень для классического шутера от первого лица, он не о убийстве страшных монстров с крутыми пушками. Хотя это и часть их привлекательности. Уровень классического шутера это также не про закрытые двери и ключи их открывающие. Это всё для достижения цели. А эта цель это контроль карты. По мере того, как игрок перемещается по уровню, игрок забирает территорию своих врагов и постепенно переводит уровень в состояние завершённого. Эта борьба за территорию и есть один из аспектов контроля карты. Но есть и другие аспекты, которые следует учитывать. В абстрактном смысле контроль карты это про то, что игрок развивает свои параметры, ограничивая параметры оппонентов. Эти параметры зависят от таких ресурсов, как положение на карте, здоровье, предметы и боеприпасы. Например, если у игрока есть жизнь и боеприпасы, он может пойти в атаку сквозь опасное пространство, в более удобную позицию на карте, меняя на это расход боеприпасов и части жизни. Соответственно, не имея жизни и боеприпасов, эта опция или возможность у игрока отсутствует. И наоборот, если игрок умирает, то это отчасти из-за того, что он потерял контроль над картой, и у него закончились варианты или возможности. Конечно, шутер от первого лица это также про внимание, приоритизацию целей и способность игрока усваивать шаблоны игрового процесса. Когда игрок умирает, усталость и неточность также играет роль. Но по мере того, как игрок привыкает к игровому процессу, сам процесс все больше превращается в контроль карты. Для боевого столкновения контроль карты означает понимание связи между врагами, окружающей средой и доступными ресурсами. Для игрока контролирование карты означает сокращение способов атаки врагов, а также развитие количества способов, которыми он может атаковать врагов. Что означает контроль карты для моего уровня, на котором есть проблема двери? Когда мой друг впервые выходит на арену и видит монстров, у моего друга было два выбора. Первый. Мой друг может танцевать на арене, доверяя своему умению уклоняться от врагов. И второй вариант. Мой друг может отступить в коридор, где у него будет укрытие, и там он может ограничить углы атак врагов. Этот выбор зависит от нескольких неизвестных. Если игрок сражается на арене и пребывает под крепление врагов, тогда игрок может быть убит, и ему следовало драться около двери. Или если игроку не хватает огневой мощи, чтобы убить монстров по мере их прибытия, тогда у игрока не будет выбора, и он умрет в коридоре. Этот выбор зависит от понимания игроком игры и дизайна уровня. Мы можем описать контроль карты в играх как граф позиции, обращая внимание на позиции, которые игрок может атаковать. Итак, вы здесь видите, что игрок занял два узла, контролирует один узел и может атаковать узел 3 и 4. Враг занимает узел 5 и контролирует узел 6. Итак, вот вы видите упрощенную версию моего уровня с проблемой дверей. Английской буквой P обозначен игрок, буквами E обозначены враги. Знаками вопроса обозначена скрытая информация. Эта абстракция показывает, как выход на арену подвергает игрока большему количеству углов атак, чем он может управлять. Чтобы успешно сражаться на этой арене, игроку необходимо глубокое понимание поведения искусственного интеллекта врагов и игровых механик. Вместо этого большинство игроков будут сражаться около двери или в коридоре. Другой способ диагностировать проблему двери это диаграмма стоимости. Этот инструмент позволяет абстрагироваться от того, как игрок воспринимает уровень, определяет стоимость и составляет планы. И вот как пример вы видите подобную диаграмму Обри Серра, представленную на конференции разработчиков в 2019 году, которая показывает нелинейный дизайн уровня. Чтобы построить такую диаграмму, мы должны учитывать механику нашей игры и то, как геометрия уровня поддерживает или мешает игрокам. Для шутера от первого лица выпуклые углы дают хорошее укрытие. Они дают возможность выйти, сделать выстрел и вернуться обратно с минимальным риском. Другие геометрические объекты уровня, такие как тупики или зоны убийства, могут оттолкнуть игрока, потому что они ограничивают игрока в возможностях двигаться и стрелять, не получая урон. Для шутера от первого лица ценность геометрических объектов уровня меняется по мере того, как игрок и враги двигаются и сражаются. Ценность также изменяется в зависимости от типа врагов и в целом от игровых механик. Если игрок видит врага, стреляющего отскакивающимися гранатами, то ему нужно по-другому оценить уровень. Укрытие, которое использовалось для того, чтобы спрятаться от врагов, теперь более опасно, чем открытое пространство арены. Этому динамическому поведению можно дать такое название, как приоритет выбора. То есть сложное взаимодействие систем, которые легко понять по отдельности, но которые после объединения не имеют последовательной и явно превосходящей тактики. Это означает, что игрок получает возможность формировать лучший план действий для решения проблемы в этой динамической среде. То есть в шутере от первого лица эта диаграмма ценностей описывает момент восприятия и оценки уровня игроком. По мере изменения арены диаграмма ценностей может измениться в связи с новыми угрозами и другими приоритетами. Если мы применим такую диаграмму к моему уровню с проблемой двери, то мы поймем, что происходит не так. Все пространство арены отталкивает игрока уязвимостью и неизвестностью. Но в коридоре есть укрытие, где игрок может безопасно атаковать группы врагов. Эта диаграмма ценностей сообщает нам о том, что мы уже знаем. Но думая об уровне с точки зрения восприятия и оценки игроков, мы получаем подсказку, как решить проблему двери. Если я хочу, чтобы мой друг сражался на арене, я должен изменить геометрию уровня так, чтобы пространство было более позитивным и привлекательным, чем расстрел врагов из-за двери. Методы решения проблемы двери. Теперь, когда у нас есть понятие, что такое контроль карты и есть диаграмма ценностей, чтобы понимать, как игрок оценивает уровень, давайте посмотрим на несколько методов решения проблемы двери. Это не полный список, но он должен помочь нам начать работу. Один из методов можно назвать укрытие. Самое простое решение это добавить укрытие. Это сильное решение для привлечения игроков выйти на арену. Из этого укрытия игрок может продолжать глубже продвигаться на арену, чтобы продолжить сражаться. Единственная причина, которая может заставить игрока вернуться в коридор, это если укрытие слишком открыто. Или если враги могут легко окружить его и загнать игрока обратно. Итак, вот вы видите укрытие. Это простой блок, обеспечивающий полное прикрытие. Игрок не может видеть врагов на дальней стороне или по краям. А здесь вы видите, что с точки зрения контроля карты мы можем увидеть, как это укрытие ограничивает углы атаки врагов и упрощает управление ареной для игрока. А вот здесь, с точки зрения диаграммы ценностей, мы можем увидеть, как это укрытие привлекает игрока выйти на арену. Следующий метод назовем награда за риск. Мы также можем повлиять на оценку игрока, добавляя бонусы и предметы. Если мы разместим мощное усиление в центре арены, это может подтолкнуть игрока к риску. Однако, как только игрок получит усиление, игроку больше нет смысла оставаться дальше на арене. И игрок может вернуться в коридор. В зависимости от эффекта бонуса, этот способ, как решение проблемы двери, недостаточно хорош. Или, скажем прямо, он не решает проблему. Другая проблема этого метода, это то, что мы можем только время от времени давать игроку бонус, но не постоянно. Если игрок, находясь в коридоре, все еще получает преимущество бонуса с предыдущей арены, то бонус на новой арене может не иметь большого значения, чтобы идти на риск для его получения. Еще один метод можно назвать скрытой информацией. В играх, в которых самым важным фактором есть контролирование карты, одна тактика разделять и выластвовать. Мы можем поощрять эту тактику, разделяя арену на слои. Как только наша арена разделена, больше нет точки на арене, из которой все видно. Игрок должен продолжать двигаться, чтобы узнавать, где же новые враги. Стены, скрывающие информацию о арене, также служат, так сказать, островками безопасности. Некими укрытиями от врагов, которые также побуждают игрока выйти на арену. Как только игрок сталкивается с врагами и начинается бой, то эти стены являются тем, с помощью чего игрок может контролировать бой. В этом случае информация является еще одним ресурсом управления картой. Игрок может потратить дополнительное время и сменить местоположение, чтобы получить эту информацию. Даже когда на арене нет монстров, игрок может опасаться этой скрытой информации и начинать чувствовать, как арена начинает его втягивать в себя для получения подобной информации о объектах, которые могут оказаться на ней. Скрытая информация также удерживает игрока от отступления в коридор. Если он отступает в коридор, он отдает контроль карты, контроль арены неизвестной группе врагов. А на арене может быть больше врагов, чем игрок уничтожит, находясь в коридоре. Еще один метод можно охарактеризовать так. Искусственный интеллект на привязи. Один из аспектов моего уровня это то, что враги сразу устремляются к игроку, ограничивая его движение. Мы можем модифицировать геометрию уровня так, чтобы игроки держались на расстоянии и в каких-то ограниченных областях, словно на привязи. Это означает, что игрок должен пойти в атаку, вместо того, чтобы завести гоняющихся за ним врагов в коридор. В классических шутерах привязать врагов к какой-то области легче всего, используя разную высоту поверхности, на которой стоят враги. В зависимости от специфики игры, искусственный интеллект может не иметь возможности упасть или взобраться на высоту, которая больше, чем его шаг. Таким образом, он остается замкнутым в этом пространстве и может атаковать только с него, находясь на нем. Как и в случае с наградой за риск, привязка искусственного интеллекта недостаточно для решения проблемы дверей. Этот метод можно использовать в сочетании с другими методами для вовлечения игрока на арену. Еще один метод можно назвать так. Все пути в один конец. Мы можем использовать другие методы, чтобы заставить игрока сражаться на арене. Мы можем сделать так, чтобы игрок для того, чтобы попасть на арену, должен спрыгнуть с чего-то. Куда обратно он уже не сможет забраться. Или закрывать за игроком дверь. Если игрок попадает на арену с помощью одностороннего лифта или платформы, которая его опускает, но не поднимает обратно. Но такой подход может лишать игрока свободы действий. Поэтому можно открывать новые маршруты для возврата, по мере того, как игрок контролирует карту. Теперь, когда мы поняли проблему и имеем представление о некоторых методах ее решения, давайте соберем их вместе. Не меняя количество врагов или резко увеличивая размер арены, я применил несколько приемов. Укрытие, чтобы привлечь игрока на арену до того, как он заметит врагов. И до того, как его заметят враги. Скрытая информация и привязка искусственного интеллекта. Награда за риск. Игрок получает дробовик, выбегая на арену. Плюс некоторое количество боеприпасов и здоровье за укрытие. Путь в один конец. Игрок не может вернуться обратно в коридор и вынужден выйти на арену. Итак, выводы. С моим примером уровня и проблемой двери, эта проблема кажется надуманной. Конечно же, мы должны делать укрытие, скрывать информацию и все такое. Но не нужно полагать, что при разработке уровней этой проблемы нет. Работая над каждым новым уровнем для игры, я всегда думаю о том, как вовлечь игрока в игровой процесс. Как заставить его выйти на арену. Я думаю об этом и о том, как я решаю проблему двери. Как дизайнер, я хочу, чтобы игроки взаимодействовали с игрой глубже. Я хочу предложить разные варианты расстановки приоритетов. И возможность формировать разные планы и тактики. Вместо того, чтобы превращать игру в тир. Надеюсь, эти советы вам помогут выявить проблему двери на своих уровнях. И что эти советы окажутся полезными в решении этих проблем. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, нажимаем кнопку спонсировать и все такое. Всем пока.